Добрый день! У нас со 2 числа по 4, с 6.30 утра и до 7 утра. То есть с 6.30 2 октября до 7 утра 4 октября. Солнце соединяется со звездой вендиометр, которая очень-очень двойственна. Многие считают, что это Сатурн и Венера. Многие дырной аспект Меркурия и Сатурна, но в любом случае у нас Сатурн экзальтирует в весах. И это знак Венера, так что и Венера, и Сатурн сюда имеют отношение. Еще плюс Меркурия. Многие считают, что это больше поражает женщин, что они остаются вдовой. Но на самом деле и Сатурн, и Вендиометрикс поражают обоих. И мужчина также может быть вдовцом, как и женщина. Наверное, просто они меньше на это раньше жаловались и меньше обращали внимания. Можно так сказать. Многие мужчины более черства переживают, чем женщины. А может, это была диктовка общества, но на самом деле это поражает одинаково. И в целом может дать неискренность, бесчестие, склонность к воровству. И даже многие приписывают, что буйное помешательство. Так что в эти дни можно столкнуться с такими. Кстати, сейчас много людей с отклонением ходят. И при плохих конфигурациях, а их сейчас предостаточно, поражает позвоночник и ноги. Так что осторожней с травмами. И не таскайте тяжелое, не делайте ничего на рвок. Я сама помню, как я при таком аспекте, я всю жизнь затягивала седло. Когда затягиваешь седло на лошади, левой рукой тянешь вниз одну подпругу, а правой вы ее поднимаете, потому что лошадь не любит, когда седло застегивает. Она сопротивляется. Седло должно сидеть очень плотно. Оно повредит и спину лошади. И ты полетишь, если седло будет слишком болтаться. Перетягивать нельзя, но у женщин такой проблемы не бывает. И я делала это очень много лет. Но в этот день я просто опухла плечо. Я его повредила. Причем я это почувствовала после тренировки. И несколько дней еще была зима. Его касаться было нельзя. Это было ужасно тяжело. Очень тяжело переодеваться. Мне нужна была помощь. Но это очень-очень сложно. Вот просто делала я совершенно обычные движения, отработанные. Вот вниз и вверх одна рука. И очень повредила себе плечо. Вернее, его не повредило. Оно почему-то опухло, выбилось. И ни вывих, ничего не было. Это очень характерно. Вот именно. Даже плечевой сустав был. Сто говорит, что Меркурий с этой звездой все-таки связан. Ну и естественно, на брак у нас это плохое имеет влияние. И опасность варокства. Смотрите за своим кошельком. У нас еще регул на лили. То есть, стоит то, что вы можете сами совершенно добровольно отдать деньги мошенникам. На детские приюты там. Или просто вам пообещают некую услугу, некие товары. Я сейчас прочла, что женщина говорит, быстрее, быстрее подписывай лист. Причем они это делали приют для животных. Заказали стройматериалы. Быстрее, быстрее. В итоге им 100 листов с лишним не додали. И фирма не берет. А там шофер говорит, быстрее, быстрее торопил. Подписывай. Они подписались и потом страдали. Так что это очень может быть. Сами вы отдадите в эти дни. И, конечно, для союзов, несмотря на то, что Марс со спикой, для брачных союзов это вообще никуда не годится. И плюс с ночи 2 на 3 у нас пойдет до полдесятого утра 3 числа у нас еще пойдут оголь и альциона. И это очень большой риск именно для здоровья, для жизни, для ваших близких. Не пускайте вашу собаку с поводка. Не гуляйте в парках. Ее могут просто испугать. Держите очень хорошо контроль. Не пускайте вашу кошку. Если вы пускаете птичку погулять, проверяйте окна. Мейте в виду. Эти дни очень чревато. Итак, что у нас дает соединение Виндиометрикса с Солнцем? С одной стороны, это очень большое продвижение в общественной жизни и навязывание своего мнения. Это вы видите по культуре англосаксов. В прессе они доминируют. Так что человек действительно может навязать любому свое мнение. Неважно, оно правильно или нет. Так что, если вы хотите, используйте только, вычеркивайте часы, как я уже сказала. Переводите на свое местное время. Какое у вас это будет с Москвой. Дальний Восток плюсуйте, Америка минусуйте. Какая у вас разница по часовому поясу, это придет по-вашему. Вычеркивайте вот эти часы, когда Луна идет по Олгулю и Альционе. Это в любом случае еще с Виндиометриксом даст самые плохие результаты. И вы можете преувеличивать совершенно спокойно. Люди это примут. Но и вы опасаетесь, что вам дадут преувеличенную, то есть ложную информацию. Скажем так, у человека маленький участок, а он вам говорит, что у него огромные гектары. Ну и, кстати, на этом очень одни мои знакомые пострадали. Их итальянцы уверяли, что у них там большая фирма, фабрики, заводы. Они заключили контракт, поставили много чего. Когда приехали в Италию разбираться, у него была бензопила и велосипед. Вот они с этим бензопилой и велосипедом улетели. Вот на такие преувеличения попасться можно запросто в эти моменты. Более низший тип Виндиометрикса, тоже его энергия проявлена, что это вообще абсурдное и глупое заявление. И чистая ложь. Кстати, в Англии, родине Виндиометрикса, можно так сказать, что прав тот, кто первый жалуется в полицию, а не тот, кто прав. Так что вот это тоже вам энергия Виндиометрикса. Успех приходит, но после больших усилий и трудозапрат. И вообще в Виндиометриксе люди и рождённые очень хотят получить признание. Но у них это удаётся очень легко. И очень боятся бедности и нужды. И это неудивительно, потому что Виндиометрикс у него очень хорошие заработки. Тем более ещё будет с пика. Они так вместе и закончат. В общем-то, Марс сойдёт со спики, а Солнца с Виндиометриксом нет бы шли по отдельности, чтобы не портить спику. Но тут так не получится. И ещё отдать кредиты в Виндиометрикс очень тяжело. И люди у них очень легко вылазят, очень легко занимают. Отдать тяжело. Сразу говорю, недаром в Европе была статистика раньше, что отдают 2 из 3, сейчас 1 из 4-5. И соответственно, тяжесть кредита ложится на всех. Это идёт, в общем-то, такой объём кредитования. Опять-таки, идёт со стороны англоязычных странах. Они закладывали. Это такие масштабы и обороты. Так что вот имейте это в виду. Такая звезда Виндиометрикс. Ещё раз подчёркиваю, что она очень склонна к штрафам, очень склонна к изъятию у вас денег, очень легко зарабатывается и очень легко теряется. Эти деньги тратятся вот как вода. В этом плане в англоязычных странах очень хорошо зарабатывать. И вплоть до того, что люди говорили, брали с собой такой себе жесточайший режим экономии. И тогда привозили хорошие деньги. Они также легко и растекаются в какого-то момента. Это закон Виндиометрикса. Имейте это в виду. Сидеть на этой звезде нельзя. Со здоровьем она исключительно плоха. Ничего положительного в ней нет. Ещё при соединении с алголем Альциона это усиливается. И вообще, алголь и Альциона... Ой, алголь, когда вместе с Виндиометриксом, это очень часто может быть и физическая потеря жизни. Будем надеяться, что не будет каких-то больших катастроф. Но он к этому предрасполагает. Но тут есть защита Марса на спике. Он как раз клонен побеждать и выигрывать. Но, конечно, лучше бы это всё случилось по отдельности. А тут какой-то ком. Энергии настолько запутаны. Поэтому самое счастливое будет первое число, когда Марс, он чистый на спике. Вот такой у нас был разбор полётов. На этом я провела.